Восемнадцатом веке итальянский писатель Альгаротти назвал Санкт-Петербург «Окном, через которое Россия смотрит в Европу». Спустя полвека русский поэт Пушкин иронично на это ответил фразой, что это окно прорубил Петр I. А еще через 180 лет другой наш соотечественник в одном из домов Петербурга обнаружил окно в Париж. В нашей студии заслуженный деятель искусств России, единственный в нашей стране обладатель золотой трости Чарли Чаплина, кинорежиссер Юрий Борисович Мамин. Родившись в Ленинграде 8 мая 1946 года, Юрий Борисович в силу обстоятельств того времени рос и воспитывался вместе с нашей великой страной, начинающей новую, послевоенную жизнь. Может быть, именно поэтому с помощью своего творчества он пытается возродить вечные ценности того времени и выступает против сложившегося в России общества потребления, называя его «большой свалкой». Наш сегодняшний герой известен благодаря работам сатирического толка. Например, телесериал «Русские страшилки», новый сатирический журнал «Осколки». Такие фильмы, как «День Нептуна», «Не думай про белых обезьян» является его визитной карточкой. Одной из его любимых цитат является Вольтеровская. Интересно, что школа, которую закончил Юрий Борисович, находится на Гороховой улице. А ведь именно на Гороховой улице находилась первая петербургская квартира одного из классиков сатиры Николая Васильевича Гоголя. Имя Юрий позволяет своему обладателю быть одновременно и талантливой, и результативной личностью. Не случайно, что наш гость успешно совмещает множество профессий. Режиссер, сценарист, актер, композитор, преподаватель, автор и ведущий телепрограмм. Да, все правильно, на Гороховой улице родился и живу там до сих пор, надо сказать. Что редкость большая для петербуржцев. Все либо разъехались, либо живут в новых районах, либо еще где бы. Но вот этот старый центр занимают в основном приезжие, или те люди, которые покупают дома, перестраивают их. Старая улица, старый центр города. Это очень важно для развития человека искусства, как мне кажется. Потому что вот эта вот архитектура, застывшая музыка в центре города наиболее ярко представляет Ленинград, Петербург. Юрий Борисович, вы сразу решили стать режиссером или были какие-то варианты? Нет, я хотел быть композитором и пианистом. Ну, палец сломал, пианистом не стал, поэтому. А что касается композитора, ну, продолжаю свои экзерсисы тогда, когда необходимо. Это для передачи, для фильмов. А режиссером я решил стать, когда увлекся в последних классах школы большим драматическим театром. То, что на многого тогда были молодые, только что пришедшие туда актеры. Юрский, Лавров, Басилашвили, тот попозже даже. Я видел спектакли первых, и «Карьера Артура Уи», и «Горе от ума», и, конечно, «Идиот» со Смакуновским. Все это производило на меня сильнейшее впечатление, и, должен сказать, что даже с первого знакомства я стал завидовать не актерам, как обычно это бывает, стать не на их место хотел, а на место режиссера, автора, который это придумал, поставил, который заставляет их делать вот такие спектакли, является для них руководителем. Ну, я вот поступил в театральный институт после школы, и закончил его, и стал театральным режиссером. А в кино? Мой товарищ, который работал на «Ленфильме», институтский товарищ, Виктор Арестов, он работал тогда вторым у Германа, вообще был второй режиссер на студии, он сказал, бросай это дело, приходи сюда. Тут есть возможность такая, ну, по крайней мере, надежда сделать когда-нибудь свой дебют, дебютировать в кино. То есть на развитие есть надежда и возможности? Да, ну да, но придешь сначала ассистентом, естественно, так я и поступил. Пришел ассистентом на собачью работу абсолютно, после того, как я был фактически постановлен, даже ИО, главного режиссера Великолугского театра, да, армия, такой будущим молодым ищет совсем. Я пришел на такую подчиненную лакейскую собачью работу, и поначалу мне очень было, не нравилось. Потом я втянулся и понял, что существует вот в кино другая система ценностей, отличная от театра. И я стал увлекаться этим, смотреть кино. То, которое мне казалось раньше скучным, стало, обрело свои ценностные качества, я стал понимать, чего тут добивались режиссеры. И когда я через три года работы на Ленфильме, в разных картинах, поступил на высшие курсы режиссерские, к Рязанову, нам там показывали массу всяких мировых фильмов европейских, я уже понимал и восхищался тем, как сделан второй план, третий, как вообще решена та или иная сцена крупности актерских. То есть уже знал, куда смотреть. Я знал, на что смотреть, да. Я уже был человек, который, ну, как стажировался уже, что ли, так. И жаждал все это воплотить в своих произведениях, когда я начну снимать. Так получилось, что мне посчастливилось встретиться с Владимиром Бардунасом, молодым сценаристом. Он мне предложил сюжет «Праздник Нептуна», и мы его осуществили. Хотя его и сценарий, и вообще ничего не принимали там в Москве. Это же там московское объединение, дебют. И только вмешательство Рязанова, которому я жаловался. Позволило, он стукнул кулаком, позволило утвердить этот проект. То есть мастер помог утвердить проект, а как он принял уже результат? Ну, а результат он принял так, что он сполз один, сидел в зале, сполз на пол и вытирал слезы. И сказал, что такого идиотизма, переходящего в героизм, он не видел. Ну, фильм был очень... То есть он так смеялся? Да, он смеялся совершенно... Ну, смеялись все. Я должен сказать, что смеялась вся страна. Вот где бы я его не показывал, люди сползали с кресла. Были пару случаев, когда от смеха людей увозили на скорую помощь. Да, на скорую пару, пару раз было. По непонятной иронии, наша с вами планета, которая на 70% покрыта морями и океанами, получила название не океан, а земля. Тем не менее, водные просторы всегда привлекали человека. Нептун в древнеримской мифологии – покровитель путешественников и мореплавателей. Ну, а нашего гостя именно он отправил в долгое и увлекательное кинематографическое плавание. Игорь Борисович, а окно в Париж как создавалось? Окно в Париж – это любопытная история. Значит, когда-то Тигай мне предложил сценарий «Окно в Париж». Аркадий Тигай – мой товарищ по студии, тоже второй режиссер, мы с ним вместе подружились, работали на картинах. Там идея была в том, что «Окно ведет в Париж», и главный герой был игрок. И когда он попал в Париж, он дорвался до казино, и все. И там он проводил время и так далее. Я сказал ему, понимаешь, такое может быть, но растратить, вообще говоря, такую идею, как «Окно в Париж», на такую чепуху, как игра, по-моему, это, я говорю, нет смысла. Он говорит, ну, не успокойся, у меня уже очередь у режиссеров. У меня куплен сценарий, тем более на студии. Я говорю, давай так, если ты хочешь, чтобы был не рядовой фильм, давай сделаем шедевр с тобой. И ведь получилось. А тогда откажись. Откажись от этих денег, от этого. Давай сделаем заново сценарий. И к его чести он отказался. И мы написали за два месяца новый сценарий. Приехал французский продюсер, он увидел его, заинтересовался, тут же нас купил, заплатил нам тогда по пять тысяч долларов. Тогда это были очень большие деньги. На них, может, было год прожить в то время. И мы счастливые пошли по домам и стали готовиться к съемкам. Потом сняли его. Снимали в Париже и здесь, в Питере. Фильм действительно имел колоссальный успех. Артист Харатьян подошел ко мне на одном из фестивалей и говорит, хочешь, я тебе покажу одну сумасшедшую? Она посмотрела твой фильм 27 раз. Я говорю, да не может быть. Пошла девушка, подошла. Так и говорит, да. И еще готова столько же смотреть. Глаза – зеркало души. Благодаря им мы воспринимаем окружающий мир, питаясь новыми впечатлениями и эмоциями. Так и окна нашего дома позволяют добавить новые краски в палитру нашего внутреннего мира. А иногда даже заглянуть в соседнюю жизнь или в другую вселенную. Я хотел запустить продолжение. Прошло 20 лет. Там ведь, если вы помните, в первом фильме говорится, откроется через 20 лет. Никому оно не нужно будет, окно. Прошло 20 лет. Учитель вернул учеников своих детей, которые хотели остаться в Париже, сюда. Они нужны. Вы нужны родине. Она нуждается. Вы же ничего не сделали. Они вернулись. Вот прошло 20 лет. Окно должно открыться вновь. Ученики выросли. Что с ними могло произойти? Была война в Чечне, кого-то поубили, кто-то стал наркоманом, кто-то в криминал пошел. Многие уехали за рубеж. Пришедшие могут ему предвидеть претензии. Зачем ты нас вернул? Когда? Ну ладно, теперь уже нужно воспользоваться новыми делами. Но он остался такой же честный, романтический человек. Муж, когда узнал, что я сегодня с вами встречаюсь, очень просил узнать, что за детский коллектив участвовал в фильме «Окно в Париж». Замечательный коллектив. Мы, конечно, искали. И тут набрели на удивительный коллектив ансамбль «Форта», который на Гражданской улице, в Доме детского творчества находится. Там у них замечательный, редкий, если не гениальный сказать, педагог Татьяна Ивановна Голодович. Она сама собирает детей, собирала из неблагополучных районов, из таких неблагополучных семей. Дети, в общем, с окраин. Она пластических воспитывала. Она заставляла их читать стихи. Я вам должен сказать, что когда я видел спектакли, они делали кусочки. Дети. Ромео и Джульетта, предположим. Десятилетние дети говорят, объясняются в любви, целомудренное объяснение, причем на таком уровне, что у взрослых слезы падают. Понимаете? Ох! Здравствуйте, Илья Кай! Здравствуйте! Мы пришли. Очень приятно. Ну, ну и что дальше? А вы нас обещали сводить туда, где мы никогда не были, и вряд ли когда-нибудь будем. Да. Ну, пошли. Мы не ели шесть дней. КОНЕЦ Все, концерт окончен. Пошли домой. Быстро. Юрий Борисович, наша программа называется «Ничего случайного». Как вы считаете, наша жизнь как-то запланирована, или мы сами можем как-то регулировать, делая правильный выбор, попадая в нужные точки, в нужное время? Ну, Ньютон, гениальный ученый, однажды собрал своих коллег на какой-то, на юбилей свой. Они приехали, тогда это была эпоха просвещения, все-таки уже начиналась. Приехали, он говорит, поблагодарим Бога за то, что он дал нам возможность встретиться и так далее. На что ему один коллега говорит, ну ладно, бросите его, Исаак. Что вы несете? Какой Бог? Мы же понимаем, что Бога нет никак. Тот говорит, ну ладно, ничего не ответил. Значит, так провел в следующий зал. В следующем зале у него было так, устроена модель Солнечной системы. В середине Солнца, освещенное какой-то медный, какой-то такой зеркальный шар, освещенный прожекторами, а вокруг на проволочках вертятся все планеты, и музыка играет. Это было так заворожительно, это все, это был такой эффект, все открыли, ахнули, и этот самый его коллега, ученый говорит, слушайте, кто это сделал? Я хочу тоже, дайте мне этого мастера. Он говорит, никто этого не сделал. Как, кто вам принес это? Это всегда, говорит, было. Оно само произошло. Как оно само произошло? Не может быть. Вот видите, говорит, даже макет, это вы не можете поверить, что этот макет сам произошел. А про мир огромный, хотя его можно сделать, только мастер, вы думаете, что он как-то сам произошел. Конечно, по идее. Пока нет плана, не существует ничего. Мы так же действуем. Сначала план, потом. Так и мир создан. Поэтому создатель, конечно, есть. Какой он? Это вопрос второй. Запланировано? Вероятно. Для чего? Непонятно. Мы гадаем все время, для чего мы живем и для чего мы двигаемся дальше. Спасибо вам, Юрий Борисович, что зашли в нашу студию. Пожалуйста, я желаю вам успехов. В последнее время человечество перешло на телеграфный стиль общения. Долгие семейные вечера заменили короткие созвоны, многословные письма вытеснили, смс-послания. Не отстает от этого и школа. Например, на то, чтобы выразить свои мысли и показать речевой навык, современному выпускнику предлагается написать сочинение, в котором будет, внимание, от 150 до 350 слов. Когда-то Чехов сказал, краткость – сестра таланта. Но чтобы научиться излагать свои мысли лаконично, нужно эти мысли откуда-то взять. Общайтесь друг с другом. Ничего случайного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok